Всем огромный привет! Сегодня я готовлю очень вкусный мягкий заливной пирог с капустой. Беру 5 столовых ложек майонеза. В майонез добавляю щепотку соли и щепотку сахара. Добавляю 2 яйца, все хорошо перемешиваю. Сюда же добавляю 3 столовые ложки муки, все хорошо перемешиваю. Добавляю еще 3 столовые ложки муки и разрыхлитель. Получается вот такое густое тесто. Теперь начинка. Беру молодую капусту и очень мелко ее шинкую. Также в начинку идет зеленый лук. Его тоже мелко нарежу и добавляю к капусте. Как вырастить вот такой вот красивый зеленый лук на подоконнике, вы можете посмотреть видео на моем канале. Ссылку я оставлю в описании. Теперь капусту с луком перемешиваю и слегка прижимаю рукой. Сюда же добавляю натертый плавленый сырок. Также можете добавить кусочек обычного сыра. Будет тоже очень вкусно. В яйца добавляю пол чайной ложки соли, все хорошо взбиваю и вливаю в капусту. Все перемешиваю и начинка готова. Форму я смазала маслом. Теперь вливаю немного теста, разравниваю его и отправляю форму в духовку ровно на 4 минуты. Тесто не обязательно должно у вас вот так подрумяниться, оно должно немножко схватиться и подняться. Убираю пирог в духовку на 25 минут. Пирог должен сверху вот так вот хорошо подрумяниться. Даю пирогу немного остыть. Пирог после остывания практически не оседает. Посмотрите, какой он мягкий, нож буквально тонет в пироге. Я всем советую попробовать приготовить такой пирог. Пирог на самом деле очень вкусный, он вкусный и в теплом и в холодном виде. Вот такой вот получается пирог. Если вы любите, когда побольше теста, тогда выбирайте форму поменьше в диаметре. Я думаю, что многим из вас такой пирог будет по вкусу. Пишите комментарии, ставьте лайки, друзья. Я с вами не прощаюсь, впереди еще очень много вкусного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok